Welcome, welcome, welcome! Это игра, которая в записи Любого, кто сейчас будет спойлерить результат Кастрирую Приеду лично и кастрирую Если будешь девочка, вы е... Хе-хе-хе-хе-хе Будет хорошая игра, в общем, у нас Ясо был пикнут на ласт пике, ребят Команда Катеростерс против Джинейровцев сегодня днём В 14.00 началась Это Best of 3 встреча Катеростерсы, которые Потерпели поражение от Самсунгов Потерпели поражение от СКТ Потерпели поражение от Лангжу Были с тремя поражениями после первого круга И им нужно в этом круге Не совершать ни одну ошибку Ни одну ошибку, ребят Более того, им нужно будет побеждать Катеростерсов, СКТшников, соответственно Самсунгов, соответственно И, конечно же, Лангжу Но пока они лидируют 1-0 И они на На синей стороне Пикнули себе Гнара Ну, вроде бы стандартный пик Ну, ничего страшного Думали они, что Реник Тон будет там пикнут На той стороне джинейровцами Реник, может быть, ещё какой-нибудь Специфичный чемпион Но Сон Хуан Сон Хуан Игрок, про которого я узнал только сегодня Ну, как я про него знал, что он игрок Топ-лейнер команды джинейров Он оказывается в соло-ку Один из немногих топ-лейнеров Который постоянно играет Ясу И он таки сделал Этот пик первым в этом году В этом году Не пикался Ясу на просцене ещё ни разу И вот он появился Ясу как контр-пик к Гнару И это реальная вещь Ну, то есть, это должно работать Сами понимаете, почему Ну, давайте пока ещё по другим игрокам поговорим А потом вернёмся к тому Почему это должно работать Смэп у нас Тот же самый игрок Который зачищал цвета корейского флага Играя против китайцев И проиграли корейцы тогда Но Кота Ростерса как раз-таки одержали победу Смэп Скор в лесу Паун на меде Дефт и Мата Неприкасаемы на ботлейне Стоят Выбрали они себе Трша плюс Кагмава Ну, так себе сетапчик Ещё здесь Дефт не залосхитил двух крипов Сразу с первого же вейва Ну, ладно, не страшно На ботлейне дженеровцев Супротив стоят Тедди с Сноуфлавером Ничего, сверхъестественного Против двух парней сказать не могу Тедди очень хорошая Зая И любит он вот таких вот чемпионов Попрыгунчиков Медленно разгоняющихся Аша Зая Калиста Но не очень любит Чистых автоатакеров Тристана Кейтлин Поэтому они, кстати, их и забанили Ну, а Дефт из оставшихся выбрал себе Кагмаря Что по мне Ну, наверное, здесь ошибкой Должно быть Потому что Кагмава Пикать вместе с Кассиопеей Это, ну, так себе идея Ну, а что у нас Получается По другим чемпионам Кузан на меде стоит у нас на Кракаче Не то, чтобы этот чемпион Хорошо контрит Кассиопе Даже я бы сказал На линии он может ей проиграть Потом он начинает на ротации Ее, конечно, уделывать Потому что пока она Настакивает себе капли Пока она настакивает себе роа Времени на валом у корки Чтобы свой пауэрспайк Использовать на ура Ну, вот он Вот он тот самый топ-лейн А, в лесу, да Забыл сказать Грагас против Рексайки Абсолютное равенство Ну, вот он Самый главный матчап Ясо против Гнара Чем же, ну, так хорош Ясо Против Гнара Тем, что он может Тупо максимально динаить Весь возможный паук Исходящий от Гнара Гнар кидает бумеранг Гнар кидает свою кушку В большой форме И что это ему дает Гнару Ничего Попадает он в Виндвол В стеночку Ясо И даже поднять предмет Себе не может Это если он во второй форме А если в первой форме Бумеранг к нему даже Не возвращается Ну, и как итог Сами понимаете Гнара в КД уходит Его кушка И не возвращается Возвращается совсем не скоро Там, по-моему 18 секунд на первых Левелах Откат Ну, и кинуть ее Что-то как-то Не получится сразу Ну, а что касается Просто автоатак Которые обычно Ты настакиваешь Три автоатаки Снимаешь процентный урон Ясо Теряет, да, немножко Там хп Но только с третьей автоатакой А первые две автоатаки Скорее всего Уйдут просто в щит Щит, который у Ясо Настакивается Ну, что ж Давайте смотреть Хазаки У нас на меде Умьте, здесь небольшой Прокат Прокат Рексайки Сейчас был здесь проведен Не то, чтобы Она сдается Ну, просто Прокатилась Посмотрела на меде Может, как-то помочь Можно В итоге Грагас В 4.30 идет Обворовывать Ну, тут уже 4.50 Немножко Рапторят Цепляется немножко За Рексайку Ну, сколько он там 23 крипа То есть, он одного крипа У нее украл Ну, потому что весь лес Рексайка лучше прошла Чем он Напоминаю, что эта встреча У нас играла сегодня днем Поэтому это все в записи Мы смотрим Попрошу никого не спойлерить Что здесь произошло Я сам эту игру Толком не видел Я знаю результат ее И знаю, что она массив Но вот Как все здесь произошло Так сказать Я не знаю Под Ясо, кстати Очень хороший сетап Получился У команды дженейровцев Рексайка с подкидыванием Магический урон идет От Каркача Физический урон Ему позволяют Настакаться Тедику От Калисты И есть Два подкидывания Еще саппорт С подкидыванием И Рексайка Ну, это я уже упоминал Рексайка Плюс, ребят Два щитка Получается У команды дженейровцев Щит Браума И щит Ясо Щит Ясо Насколько я помню Не работает Против Кассиопеевской Ульты Ну, может быть Вы сейчас меня поправите Честно Мне что-то казалось Что против этого Он не работает Есть некоторые ульты Против которых Ясовский щиток Не помогает Это было сделано Специально Чтобы было все По-честному Зато все остальные Спайлы, которые Кассиопеевская Пытаться кидать Они проходят Точнее не летят И прямо в стенки Пропадают То есть Та же самая Миазма Ну да Не работает Вот Ярун Как Мейн Я всуну Нам рассказывает Что действительно Не работает Также не работает Против W Анечки Она тоже может Восстанеть Спокойно На вот кушку Анечки Он блокирует Щиток Ясово Не работает Против Люксы Ульты Но это я думаю Все видели Ну или догадывались Велкоза Также Ульта Спокойно Простреливает Щит Ясово Но здесь Есть даже Теоретическое Обоснование Этого всего Потому что Этот спел Называется Ой Дайте вспомнить Название Не вспомню В общем он Внеземной И поэтому Щит который Природа Природа Дарует Так сказать Ну то есть смотрите Есть физическое Обоснование Почему ульта Люксы Пролетает Ульта Люксы Это Отражение Солнца То есть Солнце Светит На ее Эту палку Эта палка Отражает Лучи света Лучи света Что? Правильно Ветром Остановить нельзя У Велкоза Это внеземное Воидовская Ульта Она тоже Проходит Сквозь ветер Это логично А Кассиопея Это ее взгляд Как бы Сквозь эту стенку Все видно Поэтому взгляд И убивает Тоже все Ну как бы Логично Физика В Лиге Легенд Очень хорошо продумана Кто думает Что они здесь Все на шару делают Нифига подобного Все продумывается Когда они ошибаются Они пишут Что они ошибаются Но вот все Реальные физические Тела Которые летят И кидают Существа Они уже Проскочить не могут Через этот Ветряной Ветряной блок Ну Анечка Огонь Огонь сквозь ветер Тоже проходит Понимаете Велкоза лазер же Ну у него лазер же Не внеземной Понимаете Да Лазер тем более Останавливается Если взять того же Самого Эза Лазер Останавливается У нас тут проблема Небольшая Косяпея Цепляет здесь Кузана Но по-моему Косяпея Теперь небольшая Будет проблема Да ее подкидывает Умти через флайш Тут же ее подкидывает Сноуфлавер Она показывает Топлейн Показывает ботлейн И Это было вырезано Цензурой Погибла змея Ребят Четыре человека Изнасиловали змею И решили Риот это не показывать Это слишком было Кровожадно И фирстблат уходит Команды дженейровцев Они Запушили ботлейн После этого Сместились на красный баф Очень хорошо С Умти Это организовали И идея была Даже наверное Мне кажется Не красный баф Забрать А расставить Хорошие ворды Чтобы пойти И забрать себе Инфернала И Это было Ну действительно Очень красиво Сыграно И зря Наверное Косяпея Пошли за это Воевать Косяпея Вроде зацепилась За пропеллер Но в итоге Она действительно За него зацепилась Намоталась И Видите Убежать назад Не смогла А зачем нам топ В этот момент Показывали Ага Здесь Ясо Сделал инициацию Чтобы Гнар Никак не мог Помочь Косяпея Хороший ход То есть смотрите Дженейровцы Общаются друг с другом Во время игры Сонхвану сказали Чувак Мы сейчас будем Организовывать Здесь битву на боте Сделай так Чтобы Гнар Ну никак Нам прилететь не мог Он сделал инициацию По Гнару Наверное даже В минус себе По хп Но главным образом Было не дать Возможность Гнару Никуда полететь И не было Численного преимущества Потому что Понимаете Что в этой стадии Ясо Хорош на линии Но абсолютно Бесполезен В тимфайтах У него нет Ни одного предмета Он сейчас купил Только себе ботинки Которые по сути Усиливают его пассивку Ну во первых С автоатак Вы получаете На 10% меньше урона Во вторых Вы чаще Двигаетесь Никто не знает Его пассивка Как раз Настакивается В тот момент Когда вы двигаетесь То есть Если вы стоите на месте Она не настакивается Вам нужно двигаться Набирается сила Сила ветра Сила чего? Сила ветра Да 1-0 Дженейровцы Начали очень хорошо А главное Инферналы Урвали себе За кем же Лейтгейм Кто-то спросит Ну конечно же За КТ Ростерсами Это вообще Тут обсуждать Даже не имеет смысла Кассиопей Сильнее Корки Кагмов Сильнее Калисты Гнар Чуть-чуть послабее Ясо в Лейтгейме Как мне кажется Ну у них разные функции Совершенно у этих чемпионов Но Гнар Когда будет выигрывать Время С Грагасом Вместе Для Кассиопе И Кагмава То это однозначно За ними будет Где-то 70 на 30 За команду КТ Ростерс 6 предметов Войнушка Но До этих 6 предметов Еще дожить надо Сами понимаете Тут Пытался Сноуфлава Попасть под эфт Укушка Но что-то Только в криповке Да Это ее по кд Что у нас на бойце По фарм 96 на 93 В этот момент У нас на миде 101 на соточку И как я и говорил Будет капля с Руай Не потому что я знал А потому что Ну Мол Сегодня уже эта игра шла А потому что Так все делают Умти Не знает что его здесь ждет Грагас Он видит что туда смещается Гнар Дает прокастик Умтика откидывает Ставит он на щиток Ясу Но Умти Даст подкидывание Дает ульту Но Эй я Не Да Ну ладно Во время его ульты Его подкинули И убили А в этот момент На бутлейне Организовали Джаней РФС Олэнь Пытаются не дать Девту дойти До этого фонаря Расставлены были варды Чтобы остановить Поход его до Этого фонаря И в этот же момент Прилетает сюда Смэп Быстрее Санхуана Да даже если бы они Одновременно прилетели Ничего бы не зарешало Три варда Было еще поставлено Не очень удачно И получает команда Кэтр Остерс Организует Хороший камбэк В игре Ну Они не отставали сильно Но чувствовалось Что где-то чуть-чуть Они начинают Проседать Ну и в этот момент Решил Паун Тогда сбить вертолет Своими прокастиками Немножко ядом Поплевал Но Курки остался В живых Дженеревсы сами Организовали На боте сражение Даже казалось Что они его уже Выиграли Потому что Очень долго Дефт пытался Дойти до этого фонаря Но в итоге Он все же Добрался до него Нажал И прилетевший Смэп Оказался мегагнаром Тут же с флэша Застанил об стенку Тедика И Тедика убили Так вот Инфернал Учитывая что 70 на 30 У нас эта игра идет На боте Ой извините На миде Ничего такого Вообще Вот это вот Противостояние Курки против Кассиопея Я по-моему Вам рассказывал На одном из стримов Что По-моему Это Бьерксон Дал Ну как Поделился Так сказать Своим видением И Сказал что Кассиопея Очень хорошо Подходит Как контракт Кракачу На линии Именно на линии И нету никаких Мучений у этого Чемпиона Ну Кассиопея Просто многие От Курки страдают Даже когда он Добирается уже До Тринити Многие начинают Тупо проигрывать Он здесь красным Бафом Смэп очень сильно Сон Хвана Продамаживает Тому надо Как-то убежать Он отфлэшивается Дает Болынчик Не получается Но килл Заработает Такие умти Это килл в килл Но только за счет За счет Того прихода Рик Сайки А так Смэп выживал У него был уже Фроузен Малет Вот она разница В предметах Когда успевает Купить За счет килла Смэп Свой предмет И Видите Сон Хван Не смог себе Этого сделать Не смог себе Этого позволить Не было у него Боттерха Чтобы в ответку Пойти Чисто сражаться И Смэп В наглую Его просто убил Даже Ну там еще Красный баф Зарешал Очень сильный Я бы даже сказал Зарешал А красный Он откуда урвал Он украл его Получается Или это красный Откуда у него Красный баф Получился Это красный Который достался Тедди Я не въезжаю Честно Я не совсем понимаю Откуда ему Красный достался Хоть перематывай Назад И смотри Это в убийстве Рик Сайки Когда он поучаствовал Оттуда ему Красный достался Ну ладно Так и быть Я хотел про Корки С Кассиопеей поговорить Кассиопея Ну обычно Как Корки доминирует На линии Он спокойно Подходит Начинает включать Гатлинган И Когда Гатлинган У него выключается Он может на Валкирии Отступить назад Если почувствовать Что сейчас У оппонента Будет гораздо Выше урон Чем У тебя Ну оставшийся Без Гатлингана И когда уже Кушку ты дал Вот видите Вот то же самое Но Кассиопея Кассиопея Может на тебя Кинуть Мязму Через W Ты никуда уже Не уйдешь Ты будешь стоять В этой зоне Будешь с ней Размениваться И все размены Конечно же Кассиопея выиграет Ну вот такие вот Дела 3-2 У нас счет Следующий Дракон у нас Оушен Получается На него сходит Команда Катаростерс А Ясу попросил Немного помощи Умти Умти плюнул на этого Дракона снизу Да и вышка там уже упала Это вы тоже могли заметить Ой У меня телефон звонит Но Я не могу сейчас говорить Боже ты мой Ну вот Вот просто В такие моменты В такие моменты Хочется Хочется кому-нибудь По голове Дайте извините Ребят Здесь просто Тауэрдайв идет А люди звонят Вот честно Целый день был свободен Никаких звонков Как говорится Никому ты нахер не сдался Вот стоит Начать заниматься делом Сразу начинаются звонки Зачем Зачем так В природе все Несправедливо Ну что ж 3-3 у нас счет Ребята Убили Смэба Затавардавили его Через подкидывание Через красный баф Который был уже у Умти И Гнар здесь конечно же не мог Против двух игроков Противостоять Скор был внизу Помочь ему тоже не мог Кассиопея без телепорта Поэтому Прилететь и оказать Какую-то посильную помощь Она не смогла Но вышку они не отдали То есть по прежнему По вышкам Катеростерсы идут впереди Их это устраивает 16 минут игры прошло 70% за ними В лейте Я не успел сказать Что Инфернал Дрейк Усиливает дженейдовцев Очень прилично Особенно Вот крокача Ясова Кто не знает Ясова Обладает Интересной пассивкой Каждый крит предмет Каждый крит процент Который собирает Ясу Дает ему вместо Одного Два Крита И процента И соответственно Получается он собирает Всего лишь два предмета На криты 50% И Уже Обладает Стопроцентными критами В дальнейшем Критует у него Кушка Критует у него Автоатаки Все как у обычных Чемпионов Но Из-за того что у него криты Набираются максимальные Просто собирая Два этих предмета Он может себе позволить Чуть более танковый билд И одновременно с этим Сейчас подумайте сами Guardian Angel Дает вам еще Много АД Соответственно Ну эффективность предметов Ясова Она и так Адово высока Почему я Ну так вот сейчас Упоминаю Потому что Дженейровцы играют через Инфернал Дрейка Который им достался И так У Ясова Эффективность предметов Очень высокая Здесь ловят Да Поймали Браума За счет Хука Притянули И даже учитывая Что у него Есть флэш Есть экзост Экзост он дать не смог Из-за того что попал В Кассиапеевскую ульту Контроль эффект Он на себя полностью получил Отфлэшиться В последующей стадии Он не мог Потому что у него Насела мязма У нас здесь Дефтер пытается убить Не выходит КГ всем Эта запись Возможно Возможно Но если ты себе Засплилишься результат И пропустишь Интересную игру 4-3 Ясо Выгоден Инфернал Ну многим Выгоден Инфернал Но эффективность На нем будет Гораздо выше Чем на многих чемпионах И каркач Каркач Чемпион у которого Автоатаки Теперь наносят Магический урон Соответственно Покупая Не покупая Получая Бафы Инфернал Ты усиливаешь Себе И свои Спеллы Собственные И свои Собственные Автоатаки Просто взять Ту же самую Кассиопею Она Ну Реально Получит Те же самые Просто Ой Здесь Смэп устроил Ловушку Против Санхуан Санхуан Дыб пацанов Ну Правда Скор Скорее всего Погибнет Хотя Нет Яшка У него Откатывается Уходит в сторону Но В этот момент Вышка На миде Падает Но Это будет Размен Вышки На вышку Ох Как тут Дефта Поддамажили Он Пытался Порастреливать Теда Но Тедди Не один Тедди Вместе с Браумом А трэш Видите Ничем Помочь Не мог Он был Только что На топе Приходил Помогал Гнару Ну Вот у Гнара Игра Немножко Просела Дело в том Что Ясова Покупая себе Баттерку Покупая себе Ну Баттерка Контра Фрозен Малет Там 700 хп Ты покупаешь Предмет Который бьет По хп Предмет Фрозен Малет Тебе замедляет Ты покупаешь Предмет Который Замедляет Оппонента И увеличивает Тебе скорость Передвижения Чистый Контр Предмет После этого Добавляет Зил Это будет Фантом Дэнсер У нас От Ясова И Из-за того Что он Больше выформил Он теперь Один на один Может уже Гнара побеждать Но здесь Надо огромное Спасибо сказать Рик Сайке Который Последние 10 минут Сидит Тупо там Еще один Красный Баф Получает Смэп Подарки От Скоро Конечно Ему идут Но Ему бы хотелось Наверное Чтоб Скоро Был почаще Рядом с ним Но с другой Стороны Видите Скоро Пришел А там рядом Оказалось Рик Сайка И уже Понадобился Мата На трэше Чтобы спасать Корки проверяет Кустики В кустах Там Пинкварт Стоит Но это Заранее Уже Было Расставлено Сап У нас Произошел Команда Дженейровцев Они Собираются Играть Свой сетап Как 3-1-1 С войной За какие-то Конкретные Объекты Не Объекты А Объекты Ну Пока Один Объект Они Пропустили Следующий Дракон У нас Будет Клауд Теоретически Они В итоге Тоже Могут Пропустить Хотя Клауд Дрейк Видите Вроде Как Воздушный Он Должен Бафать Ясу Очень Хорошо Но Его Пассивка Насколько Чаще Будет Интересно Прокать Если Ясу Бегает С Этим Драконом Думаю Не Особо Это Почувствуется Потому Что Главное Чтобы Она Настакивалась Не Вне Битвы А Во Время Самой Битвы Во Время Самой Битвы Клауд Дрейк Ничего Не Дает Так Что Забейте Здесь По Коротке Мата Пришел Зазывает Он Скоро Зазывает Дефта Который Проломал Только что Вышку На Мид Лейне И По Вышкам Счет У Нас 2 1 В Пользу Команды КТ Рост Ну И Общий У Них Счет Тоже В Пользу Чувствуется Что Они Спокойно Выходят В Лейт Где Собираются Ну Использовать Свой 70 На 30 Потенциал Хотя Он Уже Немножко Ограничен 8% А Даже Учитывая Что Это Корки И Яс Можно До 10% Округлить Немножко Теряется Уже Можно 60 На 40 Сказать Как Мне Кажется Война Идет Мата Вдалеке Находится Но Прикрывает Скорость И В него Вдруг Сделают Олэн Яс Пока Воевать Не Может Корки Может У нее Есть Пауэр Спайк Но С кем Воевать С Ксиопе У Которая Рядом Трэш Правильно Это Глупо Воевать С Грагас Которая Тут У нас Делает Олэн Вумти Через Флэш Не Очень Удачно И Главное Мне Не Понравилось Как Он Ульту Сохранил То есть Как Надо Было Ему Ульту Сохранить Ему Надо Было Сохранить На Ешку Умти Он Просто Сделал Флэш Подкидывание Ульта Как То Это Не То Как То Это Не Его Тупо Убьют Если По-моему Хекс Дринкер Собрал Еще Кое Как Но Зато Дженейровцы Получили Себе Фришную Линию На Боте Правда Ну Насколько Фришную Но Ясова Опять Попадает Кушкой Дэв Смещается Вниз Смэп Начинает Агрессивничать Немножко На Ясова Но Это Так 30 Крепов Уже Не Отнять И Вряд ли Что-то Получится Угнара Свап Я думаю Надо Делать Ясова На Топ Уводить Смэпа За Собой А Кракачуна Смещаться Вниз Потому Что За счет Того Что Курки Будет В Этой Стадии Находиться Снизу Можно Будет Как-то Повоевать За Дракона Нет Не Будут Этого Делать Дженейровцы Ясова Просто Бекался Чтобы Купить Сразу Фантом Следующий Предмет От него Будет Infinity Edge Это Очевидно Ну и Два Последних Предмета Ну Guardian Angel Не знаю Честно Не знаю Что еще Что там Собирает На Lifesteal Что-то Еще QSS QSS Наверное Здесь же И Кассиопея Стан Наверное QSS Да Странно Что его Пикнули После того Как По Нерфили В Каком Из Патча Его По Нерфили Вот Мне Стало Интересно Игра У нас Проходит На Патче 7.13 Ясов 7.13 Никто Вообще Не Трогал В Патче Там 7.8 Был Последний Нерф Касающийся Ясова А В Солоку Его Как Раз И Банят Начинать Где-то 7.6 7.5 ПКД Его Просто Банят Папский БТ Говорят Надо Собирать Ну Да Кстати Вот Может Лайфстил Как Раз Один Из Потеряла Команда Дженейровцев Но Вот Вышли Они На Мид Кузан Хочет Посражаться Потому Что Ну Блин Он Говорит Пацаны Я Самый Сильный Чемпион В игре Сейчас Я У меня 247 Фарм У меня Есть Кейл Никто Меня Остановить Не Может Я Хочу Воевать Просто Встаньте Передо Мной Стеной Дайте Мне Поукать Дайте Мне Авто Оттачить Этого Мату И Я Сломаю Вам Все Вышки И Так Вот И Происходит У нас Подходит Вся Команда Дженейровцев Сюда Ну Кроме Ясо Проламывают Они Вышку На Миде Выравнивают Счет Хотя бы Чуть Чуть По Золоту Видите Всего Лишь 200 Золота Отставания Но То Что Они Двух Дрейков За Инфернал Обменяли Не Самая лучшая Идея Наверное Может быть Дженейровцам Стоило Как-то Попытаться Ну Блин Тогда бы Ясо Да 0.3 Был Каким Немного Про то Что Может Рексайке Стоило Не Помогать Ясо Так Много Слушайте У нас Здесь Девта Пытается Убить Девта Прожимает Ботарки Уходит От Умти Далеко Нажимал Телепорт У нас Ясо Не знаю Видел Лис Мэп Этот телепорт А в этот момент У Пауна Проблемы Мы пропустили Начало Этого Сражения Но Кузан Вроде Как Должен Сделать Килл Он Через Флэш Делает Этот Килл Но Его Перекинут После этого Кинут Кук И ему Здесь Уже Не Выжить Плюс Не забывайте Ясо Телепорт Свой Отменил К этой Ростер Пришли Сбили Вертолет Но Потеряли Ксиопею В этот момент Подкидывание По Смэпу Шикарный Хук От Маты Врыв Идет От Скора Пытается Перепрыгнуть Смэп Чтобы еще Посражаться Но Тедик Ой-та Санхван Уже пришел Ребят Это первый Килл За ним Нет Это килл Зарабатывает Нем Второй Килл Тоже Он не Зарабатывает И Тедик Разогревшийся Наконец Таки Добирается До Кагмава Убивает Его И Команда Кэтер Ростер Сейчас Надо Пересмотреть Будет Этот Весь Файт Потому Что Ну Серьезно Смэп Прилетел Не смог Тедди Никак Угрожать Кузан Они Убили Еще До Этого А с чего Началось Паун Не видел Как на него Идут Кинул Миазму Получил Тонну Урона Крит Здесь Еще Зашел Еще Один Выстрел Ну И Кузан Это Был Ксад Не Крит А Прок Шина Просто Флешнулся Кузан В кусты Чтобы Вижен У него Получился А Гнар Был Маленьким Гнар В этом Прикол А Когда Стал Большим Его Уже Вытянули На Фонаре Видите И Он Флешнулся Туда Вот Эта Ошибка Была Сейчас Мэба Да Он Флешнулся За Рексайкой Которая В него Ультанула Что Самое Смешное Да Надо Было Ему Конечно Шор Команды Дженнеровцев И Против Нашора Сейчас Будет Которая Старцам Очень Тяжело Защищаться 5-7 Счет Не в их Пользу Минус Тарика И Неужели Они Не Досидели До Той Стадии Где Будет Опасен Деф Где Будет Опасна Кассиопе Кассиопе Вот По сути Только Сейчас Архангел Получила Настакала Ся Каплю 10 Стаков Есть У Роа Вот Первые Предметы У нее Как раз Таки Настакались Теперь Ей нужен Войт Став И Она Может Наносить Урон Потому Что Пока Она Там Это Все Собирала У пацанов Уже Ловела Поднялись Уже 14 Ловела Сами По себе Показатели Магреза Высокие Там Рексай Отфлешилась От нее Ну Да 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 Я Вот Про Это Сейчас Посмотрел Что Неудачно Получилось Для команды КТ Ростер По сути Гнар Плохо Сыграл Просто Не получается У дженерцев Продавить Они опять Отправились 3-1-1 У корки Нету Как бы Бафа на шора Поэтому корки Просто стоит Издалека И побаивается Что на него выйдут Потому что у него Даже трайбуш Не заваржен Ясу Не может Подходить Глубоко Под вышку Потому что Смэп Хоть одним Спеллом Если по нему Попадет Замедлит Его и не отпустит Вот посмотрите Что происходит Просто Вот гляньте Ну и вот Где здесь воевать Сонхван На это посмотрел И говорит Глупости какие-то Ну вот Одну вышку Хотя бы Дженеревсы сделали Как-то вот Даже уже В этой стадии Видите Использовать Свои Нашор бафы Дженеревсы не могут Ловить здесь Умтика Но у него Есть тут Свои метро Он уходит Да Там комментаторы Тоже говорят Что Умти Который не умер В прошлом файте Это что-то было Невероятное Ловит здесь Нофлавер Но у него Калисто Есть рядом Она если что Его ультой Вытащит Да и щитка Хватает Стейн бехайнд Он ставит И никаких проблем Кузанчик Зазывает сюда Своих пацанов Решили они 3-1-1 Не продолжать Потому что Каркач На поукол Неплохо пауна Если сейчас Нашор баф Сюда придет И вот он пришел Можно поломать Вышку На ботлейне Подбивают ее Немножко И вот Риксайка Спущается вниз Чтобы сделать Ол-ин Сразу же Фонарь Это ростерсы Отходит Ну и можно Теперь попытаться Таким же Макаром По сути Сломать Мидлейн Тем временем Санхван Не добивается Большого преимущества Против Гнара Вот как добился Этого Там 30-35 И то это было Благодаря Риксайке Произошло Вот так вот И держится Рандуин Рандуин Ребят Санхван Собирает У него все еще нет Критов 100% Смешно Но это правда 60% Критов Такое есть У Санхвана Всю игру Парень Вроде бы Фармится Фармится Уже 257 Фарма А критов Как не было Так и нет Ну это вот Рандуин Мне кажется Ну Так себе Выбор Это все На то Чтобы не умирать От Гнара Но Ты как бы И не должен Умирать От него Если Гнар На тебя Бычет Зови Рексайку А если он На тебя Не бычет То у тебя Никаких проблем В этом нет Ну ладно Да там Название Стрима Турниров Нет Чиллаут Потому что так и есть Ребят Просто сегодня была Одна игра Мастси Мало того что Это первый Ясу В этом году Возможно это даже Первый Ясу За какой-то Чуть больше период Чем один год Потому что в прошлом году Был один Ясу Я там Помню Даже в Европе Был один Ясу Наверняка еще был Где-нибудь И в Корее И в Китае Ну и помимо того Что здесь был Ясу Это не такой Залетный Как Акали Кстати говоря Вы удивитесь Ребят Вы очень сильно Удивитесь Ну вроде бы Сейчас Сейчас Я листочки Перепроверю Сейчас все будет Да Да Ребят Это не В смысле Это не я Это я не ошибался Это Санхван Акали Был Именно он Был Именно Ну а здесь Ну а турнир Будет завтра Да и наверное Сейчас небольшой Затишье Здесь перед бурей Повторю для тех Кто только-только-только Пришел Завтра в 14.00 Приглашаю всех На встречу Команды СКТ против В Samsung Galaxy Samsung Выиграли в первом Круге СКТшников 2-1 Samsung Готовы побеждать Их снова На чемпионате Это они Показали Что Ну на чемпионате Который был Рифт Ривелс На красном ущелье Что они не хуже Играют Чем СКТ СКТшники Даже в некотором Роде похуже Отыграли Но это будет Первая игра У СКТ После красного ущелья Первая игра У команды Samsung После красного ущелья И очень важная игра По факту Потому что Это матч За первое место Завтра В 14.00 Они играют Друг против друга Все приходите Будем смотреть В лайв Времени Котэ Ростерс Да Ростеры Котов 5-7 Все еще Ну вот Зато затишье Перед бурью Мы с вами Пережили Пережили И уже На шор Апэц Дракона Дженеровцы Забрали с этим Своим на шор Бафом Который был Перед этим Две вышки Вроде бы Сломали Да На топе Сломали Ну и две вышки На боте Там одна вышка Была уже Полубитая Такая По золоту Они вышли Плюс 5000 Но Плюс 6 Вот ровненько Сейчас Плюс 6 Были плюс 3 То есть Ну как раз Ровно вышки Ему дали Что-то Вот в красные леса Они оппонентов Хоть и заходили Ничего этим Не добились Почему отыграли хуже Я слежу Затем По ощущениям По ощущениям СКТшники Играли хуже Самсунги Отыграли свою Регулярку 2.0 СКТ Отыграли свою Регулярку 2.0 Играли против себе Равных соперников После этого Берем уже Финал СКТшники Проиграли свою игру Самсунги Проиграли свою игру Ну и вот Начинаем вспоминать Были ли проблемы У Самсунгов В красном училии Вообще не было никаких У СКТшников Были? Не было тоже Вообще никаких И вспоминаем Финал Какие проблемы Были у Самсунгов Их просто перепикали И они Не знали Что делать Против Китайского коллектива Опа Нет Нет Ничего не будет А какие были проблемы У СКТ Невыразительная игра Аж целых трех игроков Ну Знаете ребят Когда ты видишь Что индивидуально Просто игроки просели А не тренер ошибся А там реально Тренер ошибся У Самсунгов Сделали такой ужасный пик И китайцы Их просто пересидели И уничтожили А тут именно индивидуально То есть им дали нормальный пик Сидите играйте А они говорят Не хочу У нас здесь умтика ловят И очень сильно продамаживают Он вынужден был прожать Гаргуля И отфлэшиться Гаргуля Сработала Всего лишь На одного игрока Значит она дала Там всего лишь Там 40% Себе Лишнего Дополнительного хп И умти побаивается Сейчас нажимает Трикол Потому что нажав Этот трикол Тут же КТшники пойдут На Нашора Они сразу же Пошли на Нашор Так а так Смэп почти Настакался С Мегагнаром Идеальная у него позиция КСП пытается забрать Нам показывает Вижн Команды КТ Ростерс А мы и так С вами видим Что Рик Сайка Приедет Но очень поздно Грагас забирает Себе этого На Нашора Делается врыв От Сонхвана Сонхвана пытается Очень быстро Убить Кагмав Вместе с КСП Получается Ну куда же Влезет Дженейро в С Отдали Нашора И отдали Зачем же идти И отдаваться Они решили Говорят Недостаточно Недостаточно Оппоненты у нас Забрали Пусть забирают Больше Я вообще редко видел Чтобы Ясу Был на переднем фланге А здесь именно На этой позиции Ясу походу Находился Походу дела Он забежал Раньше всех Давайте смотреть Внимательно Браум Сейчас ворвется Но его ультанет Калиста И получится Что Браум Будет впереди всех Вот его ультует И Ясу Туда вбегает Под своей ультой Но Но это все Не то Ребят Эх Название поменять Не надо ничего Менять Ребят Это одна игра Просто Она Масси Ее надо Смотреть 7-7 Счет 3000 Отставания Дженейровцы Потеряли Своё преимущество В 6К Осталось всего 3000 Отставания У Дефта И Дефт Начинает уже Борзеть У него Посмотрите Три предмета Жестких Три предмета Он нам Борзеть потом бы забрал этого дракона и на этом бы все закончилось двойной баф у команды катаростерс и с этим бафом они явно правом проломают эти тир-два вышки а где же у нас ясу а ясу 323 фарма а у ясу нет все еще ребят и не будет у него ребят критов где криты у ясу подождите я чё-то пропустил когда ясу перестали играть с критами у него будет ксс будет у него либо bt а может быть это он такие собирает до конца ну так зачем он просто до конца собирает на купил ты себе ксс и и радуйся жизни зачем же полностью мол этот меркул скиммерта собирать до конца где ж твои стопроцентные криты как глупо все у нас тут подпушивает дэв то у нас на шорт бафом наносит дополнительно урон но нужно чтобы прикрывали пацаны а пацаны это его не прикрывает он теряет всех и пытается выхилиться но за счет ботарка но ему крипы просто даже не достается к сиопе их отпушивает там грага собачка ставится тоже отпушивает этих крипов и он тупо не зарабатывает себе ластил на этом врывчик пошел сон хвана дает подкидывание и промахивается по смеба который отпрыгивает назад брузер яс уже но не знаю брузер не брузер но будут явно не убиты дэв где-то крипов нашел видимо сходил и убил рапторов восстановил себе хп хукует здесь умтик умтик прожимает гаргулю но очень опять рано он был всего в одном игроке и его убивают безумки можно даже попытаться закончить игру команде к это ростерс потому что на ботлей не пропушивает гнару гнара нету возможности нажать телепорт да они тогда просто заберут две стороны минус одна сторона уже произведена mid lane пал отпушивают крипов к это ростерса чтобы спокойненько подошли новые крипы нечем врываться просто дженейров сам у них есть калисто у них есть браум через сколько у нас появится через 30 секунд только появится умти а теоретически ребят действительно можно попытаться даже закончить к это ростерсом здесь и сейчас нет они испугались и отступают потому что бафы на шора бафы элдер дрейка подошли к концу золото у них на руках у них сейчас последние предметы появляются два найт вова появились guardian angel появился нас мэбби баншипы не не банши банши уже было ребят ксиопе купила себе рободон ой как много всего и только меркула скиммера у дефта все еще нет он ксс до конца не доделал воу как же много всего у них как же много всего у них они реально монстры как знала что команда с ясиком продают команда с ясиком еще не проиграла рано до экспрессовое что счетов всего лишь то минус два ингибитора детский сад какой-то я свои не такие выкеривал катки нет есть любопытная статистика ребят последний раз когда я слышал про ясо и английский комментатор рассказа боли project ясу именно этот скин обладает двумя рекордами один анти рекорд а другой просто рекорд хотите узнать да конечно хотите и я если бы не начинал эту информацию давать и наверное вас бы и не заинтересовал а то знаете как это как в анекдоте будете знаешь как заинтересовать человека нет как завтра расскажу ну вот так вот я завтра расскажу нет расскажу вам сейчас надеюсь битвы не будет нет битва будет давайте тогда чуть попозже а завтра вот он здесь подпушивают топ-плейнг это ростерсы они с бека жутко богатые и готовы воевать гнар в этот момент пропушил мидлейн большой пак идет по бутлейну уходят на санхван отпушивать все это дело но у него нет статик шива нет какой-нибудь предмета хорошего отпушивания обладающим но у него куча лайф силы теоретически за счет силу может спокойно фармиться смэп сейчас станет мегагнаром пытается кузан снять с него эту форму вызывает он большого халка халк готов воевать врыв пошел с ноу флавера прямо в халка подкидывание идет но его вытаскивают на фонаре а кто же пауна то спасет пауна дает подкидывание его убивает ваншота шот ребят смэп делает врыв простанивает пацанов но без кассиопея не мертвы фонарь не тебе принадлежал как рексайка сейчас ой это не рексайка это по моему сноу флавер сделал какую же шикарную инициацию проделал потом просто рексайка подключилась к этому процессу а подвел все это дело смэп не тебе кидался фонарь не для тебя его растил тут кузана хукнули но он остался в живых правда что творит дэвт он просто пошел и в солянду раскатал двух игроков пацана дженера все немножко даже не могут поверить то что происходит смэп нажимает телепорт куда по вышке он выигрывает время чтобы три ингибитора сломать но за него цепляются ботор сработал уходит он сторону пытается накатить он потерял только что бумеранг его подкидывают еще раз подкидывает ульта перепрыгивает смэп прописывать сам по двум игрокам но очень быстро его убивает но это минус 3 ингибитора счет 9 9 в этой игре добились катер остерса того чего хотели это бесплатный нашор и потом с этим можно будет идти и заканчивать игру а нам повторно покажут как осиопию предала сейчас команда катер остерс а главным образом сам смэп то ее и предал но а я расскажу про ясу project ясу самый популярный скин в игре лига легенд больше всего именно его продали на по статистике на 2016 год на декабрь риут выкладывали эти данные самый продаваемый скин в игре project ясу но не до этого ребят вторую статистику расскажу позже у нас здесь врывчик пошел на нашору пошла команда дженейровцев но катер остерсы дали по ним битву санхван дает подкидывание но не тратит ульту потому что всего лишь один был грага сдают подкидывание вот теперь уже по трем игрокам ясу ультует и минус к себе в очередной раз без гнара была команда катер остерсы решили они повоевать пока гнара нет дженейровцы знают что их база в говне как говорится но лопату надо где-то взять и лопата здесь на на шоре они пытаются забрать смать проживает умти раньше времени он понимает что да плевать на это главное быстрее забрать и быстрее отсюда уйти никто пересматить она не сможет некому база реально в говне но лопата есть кузан с ней приходит и начинает копать помогает ему санхван но копание так себе происходит вышка падает с голой задницы остались дженейровцы нет ингибитор появился ингибитор к ним вернулся говорит ребята вы скучали они говорят до слова богу теперь хотя бы не будет по два дополнительных крипа здоровых идти к нам на базу теперь будет все же чуть-чуть полегче комбинация классно работает браума ультует у нас к листарик сайка дает еще одно подкидывание суммарно у нас получается именно все так ну а я вернусь ко второй статистике это был рекорд самый продаваемый скин project ясу и вот второй он выходит из первого самый часто вы проигрывающий чемпион в игре угадайте кто правильно там надо вторую еще закладочку поставить самый часто проигрывающий скин чемпиона тут не процент ребят именно говорится от число я не помню сейчас количество игр если честно не помню но она там запредельное было почти в два раза шло почти в два раза от его конкурента это project ясу чаще всего именно этот скин проигрывает в игре так что ребят сейчас я по сути пиарю самый часто лузовый скин но и за при этом самый популярный скин в игре но она и логично как бы тут все понятно ну и его чаще всего покупает скин поэтому чаще всего играет ну и соответственно чем больше ты играешь тем больше ты проигрываешь иногда конечно же выигрываешь один раз на 20 это в моих обычных играх ясу такие вот ну потому что в лигу играет не чемпионы а скины да а на втором месте кто я честно сейчас не помню по моему там был то ли люкса какая-то старый старый очень ее скин один из первых то ли это был из пульсифаер то ли люкса то ли с люкса не элементалист вот старый какой-то скин ее который продавался одно время по скидкам по максимальному она была вот ну 2 по популярности ну да так вот сан хван у нас решил тоже сыграть на этом скинце но она и логично 0 0 0 2 8 он такой своеобразный агент ясу 0 2 8 настоящий проект действительно что у них с базы 2 ингибитор появились но все еще с нашим команды катароса сейчас в основном сама бегает вместе потому что теперь то он уже точно победить никак не может ясу один на один тот покупает себе ну часть уже инфинити эйджа но наконец-то купил он себе big fucking sword и с этим big fucking sword он выход сделает в инфинити эйдж на 45 минуте я бы конечно за репортов свои салагу такое себе увидел что у моего ясу на 45 минуте до сих пор нет 100 процентов критов просто ну как бы чтобы добиться 100 процентов критов ребят ясу даже не нужно инфинити эйдж ему надо было купить фантом и предмет за 800 золото за 800 золото получается он получил бы эффективность увеличил точнее эффективность фантома почти в два раза увеличил бы эффективность этого же предмета тоже в два раза то есть понимаете да ребята тратишь как бы сколько там три триста далее три четыреста цифру точно не помню на фантом три триста три четыреста и за 800 они вроде там 4 200 стоят вместе на эффективность этих предметов получалось бы у тебя в районе восьми к то есть как будто ты 8000 заработал а вот здесь парень он купил guardian angel вот такие дела я так тут распинался про стопроцентные криты а ясу такой да нахер на мне это нужно 60 критов и так хватит и так с головой ребят с головой хватает 60 критов дэв то продамажили корки вместе стойди дэв то надо где-то выхилится он сразу тут начинать жрать печеньки говорит где еще где еще с фонариком ходит смотрите светит светит находит такие рапторов быстренько на них отжирается в восстанавливать себе все хп даже большого я бы не добивал чтобы был еще один крип на восстановление хп но дженейровцы ребят продавили дженейровцы хотят забирать элдер дрейка у них есть хорошая инициация чтобы это проводить агнар ему надо найти себя в этом файте надо как-то попрыгать хук от треша мимо очень близко уже к тому чтобы умер поставлена была стенка ясу и сейчас надо дождаться когда стенка закончится и тогда делать в рейв сеточка закончилась на шорба проигрывает умти причем он нажал смайт на 1300 ну то есть он нажал смайт осталось 1300 хп расчет был на то что калисто сделает вырывание стрел но калисто боже ты мой они как будто с дилеем играли он нажал смайта калисто стрелы не вырывает говорит да ладно потерплю немножко и после этого скоро такой говорит ай чё такое было только что а ну ладно спасибо пацаны я в общем-то забираю себе этого дракона спасибо что вы его нам запулили божь ты мой у нас опять стеночка была ясно потрачена поддамаживает он дэв там пытается смэп настакаться он только что потерял мегагнара и чтобы настакаться ему нужны крипы либо враги но к врагам подходить тоже опасно они много урон наносят есть или порту грагаса флэш извините грагаса есть да он может делать флэш инициацию дэвт как же много урона он наносит но флавер танкует но не так и часто как хотелось бы он готов вызывать свой щит и блокировать этот урон входящий смэп становится мегагнаром теперь надо опять отходить уже теперь из-за смэпа ту часть выиграл дэвт эту часть выигрывает смэп хотя не боятся дженеров с и пошла корковская ульта отзонили они грагаса вдвоем пытается его убить грагас дает ульту но только усугубляет положение своей команды флэш ульт инициация подкидывания паун остается в живых дает ульту но погибает где же жоня у пауна непонятно я со вместе с рексайка делают кит переключается на мат убивает его еще и тут остался только дэвт один который все это время бил сначала щит потом я со который выхиливается и команда дженеровцев выигрывает сражение и времени навалом можно идти как бы даже попытаться закончить игру да не тут то было база то у вас в том самом месте скоро просто пошел бэкдорить и нажимает массовый рекол команды дженеровцев им придется цепляться за скоро который как раз остался в живых уйдут умтип от смэпа попался смэп тонна урона выпрыгнет вроде да все нормально у него ульта не попадает тэдди своим щитком но смэп вроде тоже убежит жив-жив все нормально убегает катеростерс и времени выиграли навалом вот вам и убиты даже ингибит хотя нашор он open нашор может быть хорошим к бэком для команды дженеровцев потому что забрав его отправлять они ясо на бэк у ясо есть телепорт тут понятно да забрав его они смогут наконец-то начать свой поход по катеростерс базе к листу бочкой пнули да было такое было что у нас по скоро билд у него вроде правильный тут вар мог менять то толком тоже незачем у смэпа тоже давным-давно уже предел предметов собран но возможно можно спирит визаж поменять 10 процентов кадера не так сильно будут решать в этой стадии как горгуля то же самое на гнаре гнар с горгули сами понимаете довольно страшен а вот кассиопе я бы предложил банши обменять сейчас на жоню у нее нет джонни ребят у неё есть банши вейл чтобы первым спеллом в нее нельзя было сделать инициацию но тут нету такого первого спела прям убийцы типа аши ульты типа хука здесь много спеллов так что банши надо менять на жоню вот это из ошибок можно отметить потому что в прошлом файте он именно из-за этого погибло здесь перекидывание сноуфлавер говорит боже ты мой вроде бы щит ставлю что дэв творит это вам к и он убил он убил он убил кузана кузана большие неприятности щит ставит у нас ясу спасает спасает своего бедолагу вертолетчика сбит был вертолет только что вот вам и с нашором попушили немножко до хук ют не отслышивается отпрыгивать дэвт не дэвт это было извините это тэдди был дэвт у нас на другой стороне играет почему никто не купил резание отхила ну как мало я так понимаю по билду нету здесь резание отхила к себе с морелка есть этого вроде как достаточно не считают но как бы до резания отхила против ясу бы пригодилась да и тут у всех есть у нас лайф стил предмет у нас здесь тэдди все еще не может реколиться пока и отвлекался начать у нас грагос не дает ему сриколиться и у дженера за большая неприятность можно просто заулыни базу ясу дает ульту но только для того чтобы остаться в живых пауна влетает кузан и где же у нас там калиста на все пытается убежать но смотрите как интересно получается без грагоса у команды к этой ростерс нет никакого урона умти делает килл но это близко к тому чтобы умереть да он сам умирает еще один килл зарабатывает как маф и все казалось бы да ребята можно уже заканчивать огни что-то творится ясу а еще жив вот что я могу точно сказать и ясу делает эти кельцы вместе правда с каллистой боже мой что за бред подождите нас как маф сделал киллы на двух игроках почему все потом рассыпались то кто убил как мало вот этот парень убил как мало да не верю я ему не мог убить как мало у него инфин появился кстати говоря появился давайте смотреть еще раз это была ульта дэв нажал ксс гнар всех откинул они битые начинают отступать дэв стреляет и отхиливается в этот момент у смп большие неприятности его убьют но он потеряет на этом ребят только лишь guardian angel вот подходит когмаф и начинает стрелять 1 килл 2 килл подкидывание идет калистовский ульты минус когмаф а где кассиопея то ходит все это время она че-то какая-то вообще кассиопея лейтгейм шить такое вообще ребят да ребят вы видели сейчас по-моему тэзи хилялся об нее чем получал урон кассиопея вообще никакого урона не наносит и за счет ботерка за счет киосеса три киосеса два ботерка у команды дженеровцев они просто выхиливаются а плюс не забывайте на на двух разных игроков купленные night вовы которые еще по 8 процентов дают лайфстила один кинут на калисто второй кинут на ясу а вот на калисто видите висит night вов и реально без резания отхила большие неприятности у команды катеросерс они не могут тупо передамажить а здесь кстати куплен night вов на кассиопею ну ну второй night вов один у трэша второй у грагаса ничего кстати не потеряли катеросерс с этим они снова начинают осаду напоминать что наверху ингибитор убит и здесь вот два снизу снизу на миде и на миде и снизу они чистая от ингибитор их надо убивать пытается опять потихонечку дэв на стак от добраться до гуинс рейдж блейда максимальных стаков после этого начинать поддамаживать оппонентов он так и делает и не замечает он разогревается на крипах а потом начинает вот так в наглую просто подходить к кузану подходить к любому игроку команды дженеровцев и они такие да ну нахер отходим ждем пока у него стаки спадут тогда будем с ним воевать тем временем а кто не заметил сон хван купил себе такие инфинити эйдж наконец-то у него сто процентов криты появились то же самое будет повторять здесь дэвт настакивается и снова начинает дамажить в окружении у нас тут браун взял инициацию под калистой ультой но не очень удачно попал он только лишь трэша надо попадать либо пауна либо дэвт а и сейчас придется наверное отдать еще раз этот ингибитор да падает он в очередной раз дэвт очень агрессивно остается но ему фонарь поставили а вот у смеба проблема нет никаких проблем ой-ой-ой дэвт а здесь можно поймать дается подкидывание тут же отфлэшивается но тонуха потеряет браун попытался дать ульту об одного лишь игрока не очень хорошо это получилось умтик готовится туда делать инициацию кидает кушку но промахивается замедляет дискора скоро отпрыгивает и очень битая команда к это рост раз отходит хотя биты у них только два игрока да это и то это танки которых адовая регенерация а если будет дженера в сигнации у них база база пропадает он возвращается чтобы база защищать и там наверху ведь уже крипы почти начали бить ингибитор смеп возвращается на телепорте он восстановил себе хп через телепорт пытается сюда прилететь и будет пользоваться большим паком мапсов надо просто ломать и nexus начинает бить по нему дэв но ульта ульта у нас к листа была прожа ажата но браун никуда не летит да и все ждал куда же он полетит хок не попадает мата смеп тонну урона тонну хп извините теряет от кузана кузан хочет делать эту инициацию но побаивается соло это проводить дефт разворачивается он тратит кюсс скор здесь тоже потратил guardian angel ульта санхвана но по танкам это его не интересует снова надо отступать потому что опять гигантский пак мапсов останавливает правда кузан быстренько это зачищает и с новым паком гигантских крипов команды катеростер сиджет он поддамаживает у нас саму флавера еще немножко урона как же тут обороняется дженеровцы и вроде бы вот дефт может посражаться флэш подкидывание у него раньше откатился флэш чем у него ой ужас какой это у саппорта то флэш раньше откатывается про это то мы ребят и забыли у него взяты 15 процентов на отката саму нирсп лав и этого хватило 15 процентов он ждал эту инициацию сделал флэш ульту как делал это 4 ну там три с половиной минуты назад три с половиной минуты назад он делал флэш ульту но тогда дефт от флэшился в ответ и сейчас у него флэш еще не откатился как и наверное не честно выглядит сейчас для как моря это все потому что он думает про себя ну чё то херня мы же вроде должны в честную игру играть 60 минута скоро будет уже игры на шора забирает команда дженеровцы за то что били как моря все здесь у нас выпаха на поле видите метро здесь построено прям как в москве развилки розетки все здесь есть может рексайка здесь ползать где угодно теперь ну и с нашором дженеровцы скорее все восстановят свои ингибиторы но давление на карте не восстановить никак не могут обе команды за 100 тысяч ушли обе команды кончу уже заслужили победу в этом матче но напоминаю если катаро стресса выигрывают эту игру то чувствуется 2-0 если дженеровцы всего лишь счет становится 1-1 и у них будет еще третья игра дженеровцы я забыл сказать вам сколько у них очков сколько побед побед поражение у них 5 побед 4 поражения после первого круга у кт ростерсов но я уже говорил у них 6 побед 3 поражения теоретически если дженеровцы и сегодня выигрывать свой best of 3 они становятся тоже 6 побед 4 поражения будет равенство между этими двумя командами опа врывчик идет от смыба но он не смог добежать его подкинули он не может ультануть им просто умирает ребят но у него гардин энджел приезжает сюда санхван хука это у нас каркача его пытается убить ульта минус каркачка сяпе делать наконец-то кел правда там гнарчик погиб в лет в лед перелет идет кагмау кагмау пытается подамажить санхвана но ему не хватает урона и это по моему все ребят погибают да погибает вся команда к это ростерс а что с гнаром то случилось почему он не смог а он не смог это конец да вот и конец это ребят сражение на миде на шор баф был у команды дженерисов у кота ростерсов был еще по моему элдер дрэйк он все еще держался пытается у нас а грагас выиграть время заставляет вернуться кого-то на базу из оппонентов но они не возвращаются он пытается закончить игру но даже он не сможет закончить игру против него рексайка плюс браум они вот тупо убивают и заканчивают игру уже сами дженеровцы ясо победил а меня интересует как он это сделал в ластфайте перематываем назад и меня интересует сгнара начала вот вот здесь вот здесь вот ребят мы с вами и будем смотреть что здесь произошло по саму нерспелом здесь нет саму нерспелов вы видите почти ни у кого только у гнара есть флэш здесь вообще все пусто что у нас гнаром произойдет гнар вот пока просто бегает кидает бумеранг попадает в тэдди замедляет дает еще одну авто атаку кушка летит в смэба смэп делать прыжок раз приземляется не становится мегагнаром его станет раз подкидывание стан номер два ему кидает фонарь откидывание рексайки стан номер три смэп прописывает свой стан и умирает и умирает ребят и проснется он маленьким гнаром плетает сон хван и начинает дамажить хукают каркача тут же его дефт вместе с грагасом убивают но дефт может быть только умте видите ребят гнар мертвый гнар мертвый подкидывание идет пока гмау паун пытается помочь сражаться но сноу флавер стоит лицом и мешает и паун нажимает джоню сука умный какой он нажал джоню власть им файте когда его никто не фокусе да там не было гардин энджела я наговорился я сейчас посмотрел да ребят вот такая была у нас сегодня игра забегая вперед скажу как это роста что победили 2-1 мы вторую игру смотреть не будем могу в перемотке просто и показать они победили 2-1 здесь уже не было ничего сверхъестественного пикнута ясу кстати не был забанен потому что если ясу вы возьмете на ферс пике его нормально просто уничтожат но вот она появление ясу вот довольный по он сидит по-моему это по он если я не ошибаюсь 21 побеждает к это ростер сын но дженейровцы нам в любом случае запоминается в этом сплите уже как минимум акали пента и ясу агрессивный пик именно против гнара и он сработал и он даже в конце игры вы увидели разницу между гнаром и ясу гнар влетел его за контроль и убили ясу влетел его не за контроль или он всех убил ну а мы на ребят